На вид это обычная пластиковая карта. Такой пользуется практически каждый человек. Здесь указаны реквизиты, данные собственника и секретный код. Правда, расплатиться ею не получится. Это всего лишь учебное пособие. Это одна из форм проведения профилактической работы. Данная карта будет выдаваться сотрудникам, которые будут прямо наглядно показывать при беседе с группами лиц, с индивидуальными беседами, прямо будут показывать на карте, какие сведения запрещены к передаче любым сторонним лицам. И какие сведения, единственные сведения, которые на карте обозначены зеленой меткой, это номер карты. На этой карте все предельно понятно. Зеленой галочкой отмечены данные, которыми можно делиться. Красный восклицательный знак – запретная информация. Знать ее не должен никто, разумеется, кроме владельца карты. Эти учебные карты сотрудники полиции Ангарска будут использовать во время профилактических бесед. В первую очередь для того, чтобы человек мог быстро сориентироваться в случае звонка от злоумышленников. Мы порекомендуем жителям региона, у которых эта карта будет в наличии, если им позвонит преступник, то можно смело назвать все данные этой банковской карты. Возможно, это не вполне устроит аферистов, но вполне устроит законопослушных граждан. Она даст позитивную статистику и население поймет, соответственно, действительно, какие сведения категорически запрещаются мошенникам по телефону или на интернет-площадках рассказывать. За прошлый год ангарчане перевели мошенникам около 40 миллионов рублей. В масштабах региона – почти миллиард. Доверяются злоумышленникам люди разных профессий и возрастной категории. У 2021-го есть все шансы побить рекорд. Только за первый квартал мошенники разными способами заставили ангарчан расстаться с 18 миллионами рублей. Хотя все, что нужно для того, чтобы обезопасить себя, это прекратить разговор по телефону с незнакомого номера. Ирина Сергеева, Мария Истратова, Олег Левченко. Местное время.